Зампредседателя созданного талибами Кабмина Мулла Абдулгани Бородар опроверг сообщение о своей смерти и о наличии противоречия между лидерами радикального движения. Ранее ряд СМИ распространил информацию о конфликте между Бородаром и другими лидерами Талибана. Как сообщалось, Мулла настаивал на инклюзивном составе правительства. Не встретив поддержки, замголовы нового Кабмина направился в Кандагар. Также СМИ писали об ухудшении его здоровья и даже возможной смерти. «Я выехала из Кабула, и у меня не было доступа к информации, чтобы опровергнуть эту новость. Мы хотим заверить афганский народ, маджахедов, старейшин и молодежь, что для беспокойства нет никаких причин». Между тем, ситуация в экономике и области здравоохранения в Афганистане продолжает ухудшаться. Медработники в Кабуле вынуждены работать практически без оплаты, а больницы столкнулись с нехваткой оборудования и лекарств. Тем временем ситуацию в Афганистане обсудили в Душанбе, куда с визитом прибыла российская делегация во главе с Сергеем Лавровым. «Они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран. И мы поддержали, как и подавляющее большинство стран мира, мы приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем, как он будет воплощаться в жизнь». Также Россия и Таджикистан договорились об усилении охраны границ в целях предотвращения появления возможных угроз.